Валерий Курас 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 Мистер Козак, если бы вы очутились в Китае, и у вас не было бы ни друзей, ни денег, могли бы вы надеяться, что кто-нибудь вам даст фунт рису? Что тебе надо? Я просто хочу немного побеседовать. Ведь вы бы надеялись, что кто-нибудь из тамошних христиан поможет вам, а, мистер Козак? Сколько у тебя при себе денег? Вопрос не в деньгах, мистер Козак. Я насчет Китая. Что там что-нибудь случилось? Я не слышал. Так каково было бы вам в Китае, мистер Козак? Не знаю, Джанни. Да и что мне там делать-то в этом самом Китае? Ну, вы просто приехали туда. Вы голодный. Я голодный. До дома пять тысяч миль. Далеко, да. И ни друзей, ни знакомых. Как вы думаете, неужели никто не сжалился бы над вами и не дал бы вам даже фунт рису? А, мистер Козак? Кто знает, кто знает. Ну, ты же не в Китае, Джанни. И твой отец тоже. Хочешь, не хочешь, а рано или поздно вам придется искать работу. Так почему же не сделать это сейчас? Больше продуктов я вам долго давать не буду, потому что платить вы мне не собираетесь. Это я вижу. Хорошо? Мистер Козак, вы меня не так поняли. Ни о каких продуктах и речи нет. Я вам говорю, язычники эти вокруг вас в Китае. И вы среди них голодный, умирающий. Здесь не Китай. Здесь ты можешь пойти и заработать себе на пропитании. В Америке все должны трудиться. О, видал? Почему твой отец не ищет работу? А? Молчишь. А как детишки? Отлично, Джанни. Степан торгует газетами. Подумать только. Да. А как Анжела? Анжела начала петь. А как твоя бабушка? Отлично, тоже начала петь. Великолепно. Бабушка начала петь. Ваш Степан когда-нибудь будет большим человеком? Надо надеяться. Думаю, со временем послать его в приличную школу, чтобы ему было легче прокладывать себе дорогу, чем мне. Не хочу, чтобы он стоял за прилавком. Я глубоко верю в вашего Степана, мистер Козак. Спасибо. Ну, так что тебе надо? Джанни. И сколько у тебя при себя денег? Да я же не за покупками, мистер Козак. Плата наличными, Джанни. А как Эстер? Как поживает ваша красавица, дочка Эстер? Она поживает чудесно, Джанни. Тебе все же придется платить наличными. Вы с твоим отцом самые ненадежные люди во всей округе. Рад за Эстер, мистер Козак. А вы знаете, кто у нас в гостях? Мистер МакГрегор. Он, между прочим, просил вас узнать. Видели вы его когда-нибудь на сцене? Это великолепный актер. И бутылку пива для мистера МакГрегора. Не могу, Джанни. Я дам французскую булку и фунт сыра, но это... Все. Чем занимается твой отец? Мой отец пишет стихи, мистер Козак. Это его единственное занятие. Он один из величайших поэтов в мире. Не нравится мне такая работа. Почему твой отец не работает, как все другие люди? Отец работает куда больше других. Он работает вдвое больше, чем другие люди. Сдается мне, что он что-то несет. Конечно, несет. Папа, а денег я не нашел ни цента. Это не беда. Деньги еще не все. Держи. Пашу. Спасибо. Спасибо. Ах. Спасибо. Также живется. Спасибо. Спасибо. Вон та зелёная банка. Что там, Джонни? Шарики. А в этом шкафу? Там есть что-нибудь съедобное? Сверчки. А вон большой кувшин в углу. Какая услада содержится в нём? Там у меня сидит уш. Чудесно! Кусочек варёного ужа было бы сейчас весьма кстати. Не выйдет, мистер Макгрегор. Ну почему? Ну почему, чёрт возьми, и не съесть его? Я слышал, что жители прекрасного Борнео едят змей и кузнечиков. Не найдётся ли у тебя десяток кузнечиков на пожирнее, а? У меня их всего четыре штуки. Так выволакивай их, сынок. А когда насытимся, я сыграю тебе. Я очень голоден, Джонни. Я тоже голодный, но я не хочу, чтобы кто-нибудь убивал кузнечиков. Хорошо бы немного музыки. А? Мальчик был бы в восторге. Ну пожалуйста, мистер Макгрегор. Ладно, Джонни. Хлеб, хлеб. Ха-ха. О, Боже. Какой всегда разлад между хлебом и сердцем. КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают. А нельзя ли еще немного музыки, мистер МакГрегор? Друзья мои, я с радостью сыграю вам еще одну песню. Но тяжкий груз моих лет, прожитых мною вдали от моего дома, утомил меня. Если вы будете так добры, что разойдетесь по домам и вернетесь с малой толикой еды, то я с радостью соберу все свои силы, духовные и телесные, и исполню вам песню, которая изменит ход вашей жизни, притом в лучшую сторону. Сэр, если вы ничего не будете иметь против, я бы с удовольствием усилился на продолжительное время в вашем доме. сэр, мой дом, ваш дом. Прошу. Просту. Продолжение следует... Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Джонни! Джонни! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА